Всем привет! Я начну, наверное, с небольшого интерактивчика. Первое, что вас попрошу, это представьте, что вы на самом деле сервер, а я человек, который просто отвечает вам на запросы. Давайте я попробую с вами поприветствоваться. Наверное, самый удобный способ — это отправить вам что-то в виде JSON-чика. В целом все ок, все нормально. Теперь попробую отправить что-то арабское. Думаю, у многих разметка уже полетела. А теперь попробую отправить что-то, связанное с нулевым байтом. Скорее всего, те, кто писали на CC++, уже упали, у них что-то сломалось или что-то произошло плохое. И теперь попробую вам отправить что-то более интересное. Вот, например, вот это. Скорее всего, если вы пишете приложение на Java, то у вас произошел out of memory или что-то еще более интересное, и вы сломались. Давайте теперь уже перейдем к более серьезным вещам. Меня зовут Алексей Набережный, и я занимаюсь исследованием в сфере мобильных приложений, мобильных устройств и смотрю с разных сторон. Изначально эта лекция планировалась в виде динамического анализа, но в динамическом анализе было буквально два слайда про фазинг-тестирование. Я подумал, что это достаточно интересный кейс для разработчиков, и многим из вас, мне кажется, это может зайти. Давайте начнем с самого простого. Поднимите руки, кто использует тестирование в ваших боевых приложениях. Поднимите руки, кто использует фазинг-тестирование в ваших приложениях. Ну вот, я вижу одну руку. Вот, успех. По крайней мере, одна рука уже говорит о том, что большинство использует. Давайте вообще объясню проблему, из чего все это начиналось. С того, что большинство тестов мы действительно пишем руками. Например, мы обрабатываем граничные значения. Например, если у нас функция принимает значение больше нуля, то, естественно, у человека приходит в голову отправить значение минус единица. Но что происходит, если у нас огромная простыня кода, которую, мягко говоря, все, что мы можем сделать, это входное значение, выходное значение, результат ожидаемый. Но то, что внутри происходит, мы это протестировать не можем. Естественно, на самом деле уже очень давно возник вопрос, как это сделать автоматически и как это сделать так, чтобы это было действительно быстро и приносило какую-то реальную, существенную пользу. Давайте я скажу, как вообще работает фазинг-тестирование своими, выскажу свое мнение. Фазинг-тестирование – это мы подаем функции на вход какое-то неожиданное значение и ждем, чтобы она упала, что-то произошло. И уже из этого либо мы репортим, если что-то произошло, либо, соответственно, мы возвращаемся, генерируем новые значения для этой функции и идем дальше. Существует вообще достаточно большое количество ошибок, которые возникают в вашем приложении, начиная от null pointer exception и заканчивая тем, что ваше приложение может где-то неправильно повестись, а в какой-то бизнес-логике. То есть вы, например, отправляете UTF-8 символ в графе пароль и у вас, например, приложение вас пускает или еще какой-нибудь другой кейс. Соответственно, ошибок действительно много, на слайде они все есть, можете посмотреть. Существует достаточно много утилит, так как это на самом деле большой рынок, приносящий огромное количество уязвимостей в приложениях и со серверной стороны, и с мобильных приложений. Соответственно, наверное, самый интересный, о котором я буду рассказывать, он написан почти под все языки программирования, это AFL, American Phasy Loop. И также я все-таки прошу вас обратить внимание на вот этот последний, который я выделил жирным. Он тоже достаточно интересный. Он, кроме того, что умеет аудировать классно смарт-контракты, на самом деле он умеет классно еще смотреть ваш бинарный код. И на самом деле очень потенциально полезный инструмент, который я в ближайшее время планирую применить полностью. Так что в данной лекции я буду рассказывать вам про AFL и как он работает. То есть у нас есть исходный код, который как-либо компилируется и исполняется. То есть подаем входные данные, получаем какое-то значение, делаем какое-то действие в зависимости от этих значений. У нас существует два вида фазинга. Первый фазинг – это умный фазинг. Второй фазинг – это глупый фазинг. Сразу расскажу про глупый фазинг. Глупый фазинг – это как раз, когда у нас данные не зависят от того, как выглядит наша функция. То есть, грубо говоря, фазер, все, что он делает, он просто генерирует новые значения и никак не мутирует их, чтобы, например, передать какое-то другое значение или чтобы до конца покрыть весь код. Соответственно, умный фазер работает следующим образом. У нас есть исходники. Мы применяем специальный фазинг-компилятор. И как только мы получаем бинарный файл, мы можем его начинать фазить. Давайте приведу вам конкретный пример, конкретный кейс, как это вообще можно применять. Это язык C. Соответственно, у нас есть на вход, на вход у нас подается файлик. Мы его считываем. Заходим вот этот блок и дальше вызываем функцию. В принципе, ничего не удивительного, но уже в данном кейсе у нас код-флоу имеет две точки, в которых может оказаться код. Первый, если у нас импут не равен нулю, и второй, если у нас импут равен нулю. Соответственно, AFL-фазинг достаточно умный. Он поставит два счетчика и будет пытаться пройти и в тот, и в другой. Тем самым это делает фазинг как раз-таки умным. Все достаточно максимально просто. Мы просто используем специальный AFL-компилятор. То есть есть GCC, есть C-Lang. Все успешно компилируется. И дальше мы применяем утилиту, которая называется AFL-фаз. Все, что она делает, это выводит нам вот такую статистику. В этой статистике очень много интересной информации, достаточно полезной. Это покрытие кода. Соответственно, сколько действительно уникальных крашей у нас произошло. Сколько, например, событий произошло вообще падение в целом, не только уникальных. И тут можно видеть, что давайте обратим внимание, то, что у нас уникальных крашей произошло два. Теперь я покажу вам скрытый функционал. Что я не показал вам в функции VUL. В функции VUL, соответственно, по мнению AFL, должна принимать два вот этих значения. То есть первое значение и второе значение. Тут в целом можно не смотреть на эти ужасы, а посмотреть на первый байт. Это символ F и символ C. Как видно, эти символы непосредственно участвуют в падении приложения в определенной случайности. Таким образом, AFL Fizer буквально за пять секунд смог найти нам кейсы, в которых наше приложение упадет. Этот пример выглядит максимально простым, но теперь представьте, что ваш код это 3000 строчек. Представьте, насколько он упростит вам жизнь действительно в повседневности, и вы будете уверены в том, что ваша функция действительно безопасна и не вызывает каких-либо исключений. Поэтому из этого мы плавно перетекаем в то, когда это может быть полезно. Это может быть полезно в тех сферах, когда вы действительно тратите деньги, тратите свое время на то, что отлавливаете баг. Например, если у вас падает сервер, неправильно работает мобильное приложение, и многое-многое другое, где вы как-либо славливаете краш, и ваш сервис перестает отвечать. Также, наверное, если все-таки мы собрались и обсуждаем мобильное приложение, то это определенно межпроцессное взаимодействие, когда любое приложение может повлиять на ваше приложение. Но тут на самом деле я выделил самые основные сверху. В целом, также AFL-фазинг полезен, если вы используете в своем коде какие-то низкоуровневые вещи типа C, C++. Также он полезен, когда у вас действительно очень сложная бизнес-логика, и вам нужно проверить все веточки, которые у вас есть в коде, и многое-многое другое. Соответственно, возникает вопрос, кому нужен фазинг? На самом деле ответ достаточно простой. Всем, кроме маленьких стартапов. Теперь перейдем к части, ради чего мы все сегодня здесь собрались. А собрались мы прежде всего, чтобы поговорить о том, как это вообще работает в мобилках, как это выглядит в мобилках. Это достаточно скучно оказалось. То есть на самом деле не зря только один человек из золоте тори поднял руку, потому что действительно удобных и классных инструментов их просто не существует. Но прежде я хотел немного рассказать. Вот с одной стороны вы скажете, то что фазинг в приложении упадет, ну и что такого? В целом я согласен, то что ваше приложение упадет. Ничего такого нет. Просто пользователь будет пользоваться в приложении, и мы тут внезапно. Краш какого-то приложения. Ну, в целом это достаточно приятно и, наверное, юзер-френдли. А потом, когда у вас будет огромное приложение, то не удивляйтесь вот таким заголовком. Не удивляйтесь вот таким заголовком. Это на самом деле нормально. Это так и должно быть. Просто, возможно, у них не было фазинг-тестов. Давайте уже перейдем конкретно к платформам. Поговорим с вами про Android и iOS. Начать я хотел бы с Android. И вообще, как это выглядит для мобильного разработчика. Как я сказал, инструментов каких-либо суперудобных нет. В любом случае, когда вы используете фазинг, вам все равно придется работать руками. То есть вам придется действительно брать какой-то большой блок кода и оборачивать его так, чтобы можно было передать входные данные и чтобы отслеживать результаты. То есть в любом случае ручная работа вам будет нужна для того, чтобы устроить действительно полноценный фазинг-тест. Если смотреть на Android, то там, естественно, преимущественно два языка программирования. Это Java и Kotlin. В целом, если мы достигаем успешности в фазинге Java, то в Kotlin тоже не будет особых проблем, потому что и тот, и тот работает на одной виртуальной машине. Поэтому я вижу смысл в том, чтобы показать вам сейчас, как работает Java фазинг, а уже затем мы автоматически поймем, что на самом деле фазинг под Kotlin есть. нужно просто сделать фазинг по Java. Тут максимально простейший пример, где если у нас буфер входной больше, чем 10, мы падаем. В целом, максимально искусственный пример, но почему нет? Почему мы также абсолютно компилируем? То есть мы берем наш Java класс, получаем байт-код и начинаем фазить с такой же утилиткой AFL-фаз. Соответственно, как только мы запустились, у нас есть статистика. Статистика, она показывает абсолютно те же самые метрики в виде покрытия кода, в какие функции вы входили, и также показываются уникальные крэши. В данный момент видно, что за 5 секунд уникальных крэшов всего один. Собственно, это очевидно, потому что в нашей функции только один раз происходит исключение. Таким образом, функция подает больше 10 байт в качестве примера и находит момент, когда у нас действительно превзошло исключение. Теперь поговорим вообще о результатах и то, как это должно в идеале работать для программиста. На самом деле в андроиде фазинг возможен, всеми руками возможен. И если вы, например, планируете свою… Либо вы используете ваш код, либо вы пишете самостоятельно в библиотеку, либо вы берете библиотеку с гитхаба, и у вас возникает вопрос, а точно ли она работает хорошо? Лучший, наверное, ответ, если вы возьмете, профазите и поймете, есть ли у нее какие-то ошибки, исключения. Это сделает код на андроиде действительно гораздо более чистым. И, по крайней мере, когда вы будете выпускать в прод приложение, вы будете уверены в том, что оно нормальное. Теперь поговорим про iOS и как ситуация выглядит там. В iOS достаточно интересно, потому что по большому счету Objective-C – это C. И никакой по большому счету разницы нет. То есть с Objective-C никаких проблем, там абсолютно такой же фазинг. В чем проблема непосредственно с Swift? Проблема Swift заключается в том, что его нет. И возникает ситуация, когда она есть на каких-то китайских сайтах у китайских пользователей, на китайском гитхабе. Но мы не можем просто выкачать, потому что ссылка недействительна и недоступна нам из России. Если у кого-то прямо это получится сделать, потому что на самом деле оно есть, но его нет. Если у кого-то это получится сделать, пожалуйста, зарепортите, скажите мне, и я бы с удовольствием этим воспользовался. Так что, к сожалению, в iOS пока что нам приходится удовольствоваться только Objective-C. Выглядит это так же абсолютно. Мы используем специальный C-Lang, который умеет генерировать специальный бинарный файл, который мы абсолютно так же фазим. Я не буду особо останавливаться и показывать вам статистику, потому что тут тот же самый кейс, который я показывал вам первым примером. Тут ничего не меняется, такой же C-Code. Соответственно, какой мы делаем вывод? Вывод в том, что фазинг он возможен, но, к сожалению, пока что я не могу прийти к вам и сказать, вот, ребят, свифт готов. Нет, такого нет. Теперь поговорим о том, вообще, для чего мы здесь собрались и что я хочу рассказать и почему. Я хочу показать кейс, где фазинг оказался действительно очень актуальным. То есть, изначально у меня была задача показать, что фазинг – это инструмент, который может находить баги, может исследовать и может действительно изучать код на безопасность, помимо непосредственно самого исследователя безопасности. То есть, это все можно делать в автоматическом режиме. В целом, это действительно так. Итак, я хочу показать небольшую утилитку, которая умеет так делать в случае с андроидом, в случае с системными сервисами. Наверное, начнем с матчасти. Будет хороший докладчик, который вам будет рассказывать про AIDL. Он будет вам рассказывать про то, как он устроен изнутри. Я сейчас расскажу просто обзорно. У нас, соответственно, есть процесс А и процесс Б. Нам нужно как-то передать информацию от одного процесса к другому процессу. Мы используем некий системный механизм, который называется байндер, и передаем через него информацию. А в свою очередь, этот механизм байндер проверяет, а действительно ли мы можем передать от одного процесса к другому информацию. Действительно ли мы можем обратиться. Действительно ли мы можем использовать… Действительно, мы имеем права на то, чтобы передать от одного к другому. Но я думаю, все встречали там экспорта true, все встречали то, что, например, если приложение подписано одним ключом, то по большому счету у них там может быть общий permission, и они могут общаться друг с другом, но при этом другие приложения не могут с ними общаться. Думаю, все встречали такой кейс. И это достаточно интересный механизм, который внутри нужно попробовать пофазить. И, собственно, у меня такая цель и была. В чем, собственно, загвоздка? В том, что кто-нибудь пользовался location manager, например, power manager? Кто-нибудь действительно использовал? На самом деле это все обертка над механизмом idle. То есть у нас добавляются такие абстракции, как proxy и stub. И эти абстракции используются для того, чтобы в нашем Java коде использовать сложный низкоуровневый механизм под названием binder. Очень удобно, как будто мы вызываем обычную функцию. Это действительно прогресс, потому что вы берете менеджер. Менеджер имеет простейшие функции, но на самом деле за этим менеджером скрыт очень простой интерфейс того, как все взаимодействует с системными сервайсами. В целом, я думаю, про idle это все. Единственное, что стоит еще понять, что idle на самом деле представляет из себя некий интерфейс, в котором мы передаем парсел данные, то есть которые могут сериализоваться. И он их записывает сериализованными. И когда через механизм binder данные передаются, они уже десерализуются на конкретный интерфейс. Таким образом мы можем передавать какие-либо сложные объекты, например, proxy или другие объекты, которые приняты так в Java. Просто мы должны наследоваться от парсел. Еще что хотелось бы мне сказать, так как мы все используем по большому счету менеджеры, то есть location manager, service manager и другие менеджеры, то не очень, наверное, сразу понятно, как это все работает в андроиде. То есть хотелось бы немного объяснить вам архитектуру того, как все это устроено внутри. На самом деле, когда андроид запускается, у него запускаются системные сервайсы, и они работают на всем промежутке вообще работы андроида. То есть они непосредственно часть андроида. И, естественно, они предоставляют некие интерфейсы, с которыми мы можем взаимодействовать. То есть на данном слайде видно, что вот у нас есть приложение, много приложений, и все они взаимодействуют каким-то системным сервером. А системный сервер – это просто сборник, там, ADB-сервис, например, существует. Существует package manager-сервис, существует location-сервис. То есть по большому счету системные сервисы – это сборка всех сервисов, с которыми вы так привыкли работать в вашем приложении. И это, то есть, уверен, многие из вас встречали эту авариатуру, когда мы берем сервис. Естественно, все это работает достаточно тривиально. То есть, когда мы пишем get-system-service, на самом деле мы уходим в некую реализацию контекста, контекст-imple. И в этом контексте мы подключаемся не просто к сервису конкретному, который нам нужен. На самом деле там еще одна прослойка, которая называется сервис-менеджер. Мы подключаемся к сервис-менеджеру, у которого в горячем кэше лежат все другие прослойки с другими менеджерами. То есть мы подключаемся к сервис-менеджеру, просим его, чтобы он нам дал конкретную реализацию менеджера, и, соответственно, он нам дает конкретный менеджер, который нас интересует. Таким образом, мы имеем там удобный интерфейс, удобно пользуемся и особо не заморачиваемся. Вот так это выглядит. Например, это Power-менеджер. У Power-менеджера также есть стаб, есть прокси, к которому можно подключиться, можно через рефлексию их изучить, можно понять, как они работают внутри, перебрать их и много-много интересного сделать. Соответственно, у меня возникло желание этим как-то воспользоваться, это заиспользовать и, грубо говоря, перебрать все сервисы и поизучать их на наличие безопасности. Так как, действительно, AFL я не могу встроить в Android, потому что это достаточно сложный механизм, то есть другой интересный механизм Radams. Это инструмент, который позволяет делать такие кейсы. Например, мы ему на вход подаем тест 1, 2, 3, а на выход он нам дает тест 0 или тест 1. А потом он решает, ага, возможно, мне стоит перед тест добавить нулевой байт. Нулевой байт, тест и 1, 2, 3. То есть он парсит аргументы и пытается с ними что-то сделать. Это достаточно интересный инструмент, потому что если посмотреть его исходники, то, в общем, очень сложно разобраться в них. И, наверное, это был сложный кейс вообще втащить его в Android, потому что он явно был не написан не для Android изначально. Соответственно, что я сделал? Я сделал некий врапер, некий генератор тест-кейсов, который, соответственно, затащил в нативный Java интерфейс и использовал его внутри, у себя в Java. То есть, по большому счету, я построил некую абстракцию между очень клевым инструментом и нативным генератором случайных значений. Дальше я, естественно, сказал, что в Android есть такое понятие, как скрытая API. API действительно скрытая. Мы не можем получить доступ, потому что она помечается аннотацией, которая скрывает реализацию из SDK разработчика. По большому счету, я сделал это через рефлексию. То есть, я получил список всех сервайсов на устройстве и начал с ними работать. Получал у них низкоуровневый байндер. И я бы это все не смог бы сделать, если бы не имел доступ к рефлексии. А если я имею доступ к рефлексии, я, грубо говоря, имею доступ ко всему, что есть в Android. И после того, как я также через рефлексию получил такие низкоуровневые менеджеровые компоненты, то есть, я получил не менеджер, а получил то, с чем менеджер на самом деле внутри работает. И я начинаю с помощью моего генератора подсовывать разные значения и беру интерфейс и пытаюсь понять, как устроен метод. И на основе этого метода генерирую разные тест-кейсы в виде блок данных и подаю прямо методу и пытаюсь что-то сделать. В целом, это выглядит следующим образом. То есть, я ищу интерфейс в программе. Обычно он называется mService или там внутри экземпляр внутренний, который представляет из себя некую прослойку, которая могу получить все методы из рефлексии. И пытаюсь как-либо начать фазить и изучаю все это. Таким образом, по большому счету, изначально у меня возникло такое желание, как просто посмотреть, действительно ли Android сам по себе безопасный. И действительно ли все, что я буду пытаться сейчас сделать, это безопасно. По большому счету, можно также это применять на какие-то кастомные схемы, которые применяют разработчики. Например, использование аудиопроигрывания тоже работает через AIDL. То есть, вот такие вот вещи можно по большому счету тоже фазить и изучать. И также было бы здорово вообще написать фазинг-инструмент для андроида, вот именно в сфере межпроцессного взаимодействия, потому что то, что сейчас есть на рынке, оно явно уступает современному миру. И думаю, ошибок вряд ли каких-то серьезных найдет. В целом, мое резюме такое, как на этом видео. Да, вот мое резюме на этом видео. И буду очень признателен, если вы подпишетесь на каналчик по QR-коду, потому что именно там мы делаем исследования, и вы действительно очень сильно нас поддержите, если подпишетесь. А также мы готовим достаточно большой анонс, и я думаю, вам будет интересно. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо за доклад. Если что, хотелось бы прокомментировать немного. У приложения нет абсолютно никаких прав, нет никаких пермишенов. Я не знаю, видите ли вы, но вроде видите, вроде есть. Ну да, есть, видео работает. Так что можете задавать вопросы. Как перезагрузить телефон, не имея прав? Вопросы будут. На самом деле у меня вопрос. С точки зрения фазинга мы увидим, что его хорошо использовать для нахождения каких-то неочевидных багов. С точки зрения простого применения, более прикладного применения в логике на Android и iOS разработчиков приходилось где-то использовать? По большому счету, да, приходилось использовать. Например, есть такое взаимодействие во многих приложениях, как NFC. То есть большинство приложений, к ним прикладываешь карточку, и они прилетают какие-то данные. Вот как один из кейсов можно попробовать пофазить данные, которые прилетают от карточки. Как простейший пример. На самом деле там тоже устроено все по принципу межпроцессного взаимодействия, и это тоже интересно. Вот, например, там другой кейс. Вот, я так понимаю, следующий доклад, какой-то из следующих докладов будет про AIDL, и там в целом будут рассказывать какие-то кастомные схемы использования AIDL, и думаю, вот, например, можно было бы пофазить эти кастомные схемы, посмотреть, как это вообще работает. Ну и в теории получается, что очень хорошим примером, как можно будет проверить устойчивость своего API безопасности, свое приложение, если мы пофазим весь JSON, который к нам приходит. Да, да, в идеале, конечно, это грубый пример, потому что это частный случай вообще всего фазинга. В идеале вы должны взять какую-то библиотеку, которую вы используете, ее обернуть вот в функцию main, которую я показал с самого начала, и попытаться подать ей такие входные данные, чтобы сама вот эта большая функция, которую вы втащили в код, она упала. и попытаться как-то сделать так, чтобы это автоматизировать все, то есть по факту найти какие-то низкоуровневые вещи. И это очень. Продолжение следует...